Автомашины куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Ялт. Алло, алло. Алло, Юрий, да, справились? Да, да, да. Замечательно. Я бы вам сразу рекомендовал взять листик и ручку, для того, чтобы вы там для себя записывали важные моменты, которые будут в условиях нашего с вами сотрудничества, чтобы они у вас были перед глазами. Да, да, хорошо. Давайте договоримся сразу, что если у вас в ходе нашего разговора будут возникать какие-то вопросы, не стесняйтесь, мне их сразу же задавайте. Если что, переспрашивайте, хорошо? Хорошо, хорошо. Да, замечательно. Взяли листик и ручку? Взял, взял. Да, отлично. Ну, и инвестиции это купить дешевле, продать дороже, заработать на разнице. У нас аналитический центр, который вот дает сопровождение, обучение новичкам, да и в принципе опытным и трейдерам, и крупному бизнесу. Мы анализируем все то, что происходит на рынке. То есть делаем фундаментальный технический анализ всех событий. Кто-то там отвечает за политику, кто-то там за газ, за нефть, за экономику. В смысле фундаментальный анализ событий? Ну, как вы можете, допустим, события, что Саудовская Аравия перешла на оплату нефти в рупе, в торговле с Индией. Как можно сделать технический анализ этого события? Ну, именно этот случай, ну, не как, да. А в принципе есть разные события, к которым разный подход. Вы можете сделать технический анализ события? Просчитать, что, когда вырастет, потому что в мире все циклично, после каждых там событий, и оно, цены то растут, то падают, и каждое событие за собой влечет какой-то, знаете, как эффект бабочки. Вот. И это будет технический анализ? Нет, я не говорю, мы же сейчас какой-то конкретный пример с вами не... Ой. Ну, хорошо, вы успокойтесь, я очень доброжелательно к вам настроен, да. Вы не нервничаете, не нервничаете. Я просто говорю, я вообще не нервничал, честно. Я просто говорю, мы же сейчас какой-то конкретный пример не разбираем, а поэтому вот к разным событиям у нас совершенно разный подход, и команда специалистов у нас все анализирует, чтобы сделать для вас здесь сотрудничество максимально комфортным. Мы вам даем сопровождение, обучение и готовые торговые сигналы. То есть ваша здесь задача будет общаться с вашим аналитиком в общении, в ходе общения я вам его подберу, вас познакомлю, вы с ним уже начнете общаться, откроете свой счет, его пополните и будете с ним уже работать. Он вас будет сопровождать, вас обучать, то есть давать вам информацию, то, сколько вам это нужно. Потому что, знаете, у нас люди с разными приходят целями. Кто-то просто заработает, чтобы мы давали готовые торговые сигналы, а кому-то нужны здесь знания. И это все сугубо индивидуальный подход каждому клиенту. Вот у вас какая здесь цель? Это просто, чтобы мы давали вам торговые сигналы, либо же еще и проходить само обучение. Как правильно анализы проводить, как правильно инвестировать. У меня цель – выжать из ситуации по максимуму. То есть все то, что на халяву, на халяву уксус сладкий. То есть если вы производите обучение бесплатно, я учусь. Если вы даете аналитику какую-то бесплатно, я использую эту аналитику. Если там даете какую-то жилплощадь для проживания, тоже не откажусь. То есть у меня все то, что… И машину еще можно. Кого? Я понял вас. И машину еще, да, чтобы на эту жилплощадь ездить. Ну, заметьте, не я это сказал. Ну, это шутка такая, я понял вас. Да, мы, смотрите, бесплатную аналитику давать не будем, потому что за все нужно в жизни платить. Правильно? Потому что бесплатный сыр только в мышеловке. Но у нас здесь именно другой интерес. Это 20% от вашего чистого дохода. То есть наша здесь задача – это сделать так, чтобы вы здесь заработали как можно больше денег. И, соответственно, вы нам будете переводить нашу зарплату в конце каждого торгового месяца. Вот, к примеру, сегодня мы с вами начнем, это 24 мая. 24 июня вы нам только перечислите нашу первую прибыль. Это понятно? Понятно, но не совсем. В этом заключается наш… Что непонятно? 20% от чистого дохода, то есть это после уплаты налогов. Ну, это вот уже зависит от вас. Вам нужно платить налоги, либо нет. Так как мы используем европейских брокеров, у которых там нет 13% подоходного налога, так как деньги зарабатываются за пределами нашей страны. Вот. И поэтому, если вы там заполняете какие-то декларации о доходах, то это вот вы уже обсудите непосредственно с вашим аналитиком. То есть эти все финансовые, юридические моменты о заполнениях. То есть кто-то, знаете, хочет платить, кто-то не хочет. Это все сугубо и индивидуально тоже. Понимаете, да, о чем я говорю? Так а деньги как я к тебе буду переводить? Механизм вывода средств какой? Вы открываете себе счет на одном из европейских брокеров. И это как ваш будет международный счет для инвестиций. И потом с этого счета вы там себе либо на карту, либо же там вашим родственникам, как вам это удобнее будет. Это уже нас не касается, как вы, ну, кому вы будете свои средства перечислять. Ну, я могу себе на карту вывести? Конечно, конечно, да. И этот счет вам будет принадлежать. Доступа мы никакого к нему не имеем. Не, не, конечно, я понял. То есть мы вовсе, все вот зависит от вас. То есть если вы там захотите с этого счета там на карту там жены, либо брата, сестры, ну, нас это не касается. Это только ваше дело. Ну, со своей карты, на свою карту российскую я могу вывести. Да, со своего счета вывести могу на свою карту. Как, банковским платежом? Да, 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 да. Ну, хорошо. Да, я понял. Вот, это так. 20% это, я вам сказал, мы используем европейские методы обучения. Это программа Skype, вот, потому что весь там крупный бизнес работает в этой программе. Мы там храним свою информацию, то есть те торговые сигналы и те материалы, которые будете вы там с вашим аналитиком обсуждать, обучаться по этим материалам. И еще там есть такая функция, как демонстрация экрана, которая позволит на первоначальных этапах вам помогать при открытии счета, при открытии первых сделок, чтобы специалист вам в режиме реального времени подсказывал, как что правильно сделать, чтобы не допустить никаких ошибок. И в дальнейшем вы будете повторять за действиями вашего аналитика, чтобы вы все сделали правильно. Это точно так же, как и в спорте. Скажите, спортом ранее занимались? Занимался. Вот, а каким, если есть играть? Я КМС по шашкам. А, по шашкам, я понял. А такой, а что там, есть такие разные разряды? Ну, конечно. Впервые слышу, если честно. Ну, есть и юношеские, и взрослые разряды, КМС. Интересно. Ну, тут вопрос в чем. У меня смешанные были занятия. Если я выигрывал, у меня получалось, то я был КМС по шашкам. Если выигрывал противник, то я вспоминал, что у меня есть юношеский разряд по боксу. Так что я одновременно был и шашистом, и боксером. Интересно у вас такое слияние двух спортов. Вот, давайте, к примеру, бокс. Вам тренер показывал, как правильно сделать удар, чтобы себя не травмировать. Правильно? Чтобы там был максимально эффективный удар. А вы уже, в свою очередь, повторяли и делали все самостоятельно. Верно? Ну, конечно. Точно так же вот и здесь. Наш эксперт вам показывает, как правильно открыть стенку. И вы уже своими глазами видите, вот как, ага, это, чтобы поставить там стоп-лосс, это, там, тейк-профитом, это, чтобы купить, это, чтобы продать. И в ходе вот такого обучения вы уже и наглядно, и параллельно с этим обучаетесь, и все делаете правильно, и так лучше запоминаете. Это понятно? Ну, конечно. Скажите, а что с тем курсом, на который я записался? Надо же сначала посмотреть. Вот, да. Это непосредственно в курс входит и общение с аналитиком, потому что для вас же еще лучше, да, пообщаться с живым человеком, нежели, там, каким-то роботом, либо глянуть видео, там, что-то забыть, что-то не понять. Вот у нас формат общения в таком формате происходит для того, чтобы... Вы не волнуйтесь. ...и задавали вопросы. Я вас очень прошу. Я недавно, я буквально недавно был практически в вашей шкуре, я понимаю, насколько это трудно. Пожалуйста, вы не волнуйтесь, да, спокойно ведите речь, я очень дружелюбно к вам настроен, вам переживать абсолютно не за что. Спасибо, это просто голова забита. Вы не первый сегодня, уже у меня 17 человек было за сегодняшний день только, вот, а рабочий день только начался, и каждому хочется донести то, что действительно вы и услышать хотите, и здесь, в принципе, от нас получить. Так вот. Видите, вы, по сути, жертвуете своим здоровьем, испытываете такие очень серьезные нагрузки, повышенные, я бы сказал, нагрузки для того, чтобы сделать финансово счастливыми окружающих людей. Мне кажется, это подвиг, это действительно благородно, да. Спасибо. Да, потому что, знаете, люди, которые интересуются новыми знаниями, вообще, в принципе, новой для себя сферой, у меня всегда вызывали личный интерес. Не говорю именно там конкретно про инвестиции, а просто в жизни. Потому что всегда обучаться чему-то новому и применять это в жизни, это действительно такие первые шаги, которые показывают, что человеку не все равно на свою жизнь. И он всегда хочет что-то менять и развиваться. Согласен? Ну, конечно, конечно. То есть человек, как говорил Петр Первый, человек не скотина, человек мечту мечтать должен. Если человек живет без мечты, это уже не совсем человек. А вы помогаете людям реализовывать их мечту. Это благородно, я так вам скажу, да. Да, свои цели, мечты. А скажите, вот, а вы сами вот в какой сфере работаете, кем? Ну, я, собственно говоря, преподаватель. Вот у меня есть школа. У нас детская, юношеская школа. Видите, я тоже почти заикаюсь. Юношеская школа. И у меня там студия шашки. Я вот в ней реализовываю. Временно. Ну, был еще преподавателем физкультуры в другой школе. Ну, как-то шашки все вытеснили. Любовь к шашкам заняла все. Я теперь вот сосредоточился на этой дю США. Ну, денег там не очень много. Поэтому стараюсь еще подрабатывать. Это, я так понимаю, это гос, да? Что-что? А? Государственная школа, либо частная? Нет. У нас есть один местный, ну, не сказать олигарх, но богатый человек. Вот он поддерживает интерес молодежи к спорту. Ну, и в значительной степени спонсирует, да, эту организацию. Ну, все равно сильно не разгуляешься. Ну, все равно, ну, знаете, ну, хоть так, правильно, лучше, чем ничего. Угу. Вот. Так вот, мы используем скайп. У вас, скажите, так как вот преподавателя, скайп есть? Нету. Нет. Давайте тогда сейчас его поставим на установку и продолжим с вами общаться, чтобы потом время не терять. Скажите, что у вас? Так, подождите. А, я так и не понял. А вот этот курс, скачать курс у вас было? Или, нет, даже не так. Так, мы пришлем вам курс обучения. Я бы хотел посмотреть его. Да, вот как раз вы со своим аналитиком, которого вот я вам подберу после того, как мы с вами уладим технические моменты, вы уже будете вместе проходить этот курс. Он вам пришлет материал, поможет открыть счет, его пополнить. И вы как раз проходите это все, будете на практике. Как раз вот это, чтобы параллельно вот все с этим, чтобы вы знали, как правильно открыть там свой счет, как правильно открыть сделки, как правильно выставить инструменты, например, там, стоп-лост, там, тейк-профит, как границы, чтобы вы все уже наглядно учились. Вы же не просто так вот эти все знания хотите там прочитать и забыть, правильно? А вы хотите, чтобы они вам принесли деньги, верно? Так а когда это будет? Вот сейчас мы сейчас с вами уладим технические моменты, скачаем скайп. Я вас сведу с вашим аналитиком, который вас сопровождать будет. И вот вы с ним уже приступите к обучению, потому что вот моя задача это обработать заявку и уладить технические моменты. А далее уже вы со специалистом, со своим аналитиком приступаете к этому всему обучению и, в принципе, заработку. Зачем вы здесь, собственно, и подавали заявку, правильно? Ну, наверное, наверное. Ну, хорошо, давайте. Мне уже прямо не терпится посмотреть, что вы там пришлете. Интересно, да? Как это устроено? Так, скажите, что у вас? Android, iPhone? Android. Android. Вы ранее что-то, я уверен, что самостоятельно скачивали там или Play Market или Google Play? Ставьте на громкую связь, заходите там или в Play Market или в Google Play и пишите там в поиски Skype. Ну, хорошо. А я вам как раз в регистрации помогу. На листик там запишите себе пароль и логин. Да, хорошо. Сейчас буду. А вы мне пока немножко расскажите, какие успехи у вашей компании? Ну, знаете как, потому что наши партнеры особо не хвастаются тем, что они здесь зарабатывают, потому что у нас такая страна, знаете как, деньги любят тишину. Но скажу вам так, что в процентах, в суммах я не буду говорить, что в процентах наши партнеры здесь показывают в среднем это от 20 до 25 процентов в месяц. Это там 8-10 сделочек по 2-3 процента, которые, это вы гарантированно с нами зарабатывать будете, потому что компания ориентирована вот на то, чтобы вы здесь получали как минимум такой процент. И уже от этих процентов, там 20 процентов чистого дохода вы нам перечисляли. И для диверсификации рисков мы используем 4 сегмента рынка. Знаете, вот какие рынки есть? Ну, вещевой, продуктовый, авторынок. А в мировом масштабе это фондовый рынок, это акции, облигации. Потом товаро-сырьевой рынок, это газ, нефть, золото, пшеница, палладий. Потом валютные пары, это там доллар, рубль, евро, доллар, ну, как пример. И криптовалюта. То есть вот эти все 4 сегмента рынка, на которых мы с вами работаем, чтобы не держать весь капитал в каком-то одном направлении. Знаете, вот как в народе говорят, не держать все яйца в одной... Штанине? ...корнице. Да. Вот. Для того, чтобы вы с нами гарантированно заработали. Вот. Именно поэтому вот мы здесь диверсифицируем риски для того, чтобы гарантированно заработать. Потому что вот рынок сейчас очень волатилен. Я думаю, что вы там за новостями следите, видите, что вверх... В смысле волатилен? Что такое волатилен? Цена быстро меняется. Вот. Взять там отрезок последние 2-3 месяца, очень все так... То вверх, то вниз, все цены там и по криптовалюте там, и биткоин там сейчас опять 30 тысяч стоит. То нефть там, то падает, то растет. И в принципе все цены сейчас так отлично возможно, чтобы заработать. Потому что там какая-то новость вышла, там акции выросли. Там и наши внутренние, там и группа ГАЗ вчера выросла на 3% и мировые компании сейчас. И из-за того, что там кто-то продает активы в нашей стране, там как Макдональдс, там Старбакс, они открывают... Они как и теряют наш рынок, так и новые рынки они получают. И исходя из этого очень высокая волатильность рынка, и нам на этих скачках нужно с вами оторвать свой кусок от этого большого пирога. А что, вы скайп поставили на установку? Да, ставлю, ставлю сейчас на установку его. Да, смотрите, самый первый скайп, да, просто скайп. Там есть скайп лайф, скайп бизнес и просто скайп. Вот вам самый обычный скайп, самый первый поставить нужно. И как там будет слово открыть, вы мне скажите. Хорошо? Ну хорошо, да. А скажите, а вы вот сами давно интересуетесь инвестициями, в принципе, доходом дополнительным? Ну, года три уже интересуешь, интересно. И как у вас успехи? Ну, интерес становится все больше и больше. А чего так? С чем это связано? Ну, все интереснее и интереснее мне. А как вот вы три года интересуетесь, и как у вас успехи именно в плане финансового? Вы уже там пробовали себя? Нет. Или хотя бы на каких-то там демо-счетах? Не пробовал. Не было ничего. А почему? Ну, боюсь. Мне опасно это. Чего? Деньги можно потерять. Да потерять, наверное, день? Ну да. Вот, да, знаете, вдруг там самому что-то пробовать, то действительно можно потерять. У нас там есть такие партнеры, но так как вы оставляли регистрацию, знаете, там есть в Телеграме всякие там каналы с прогнозами платные. И вот люди там приходят и говорят, да я вот там покупал торговый сигнал и там потерял деньги. Ну, этому человеку, который продавал этот сигнал, ему не важно было, там вы там заработали, либо нет. А наш здесь доход напрямую зависит от вашего. Потому что мы здесь заинтересованы в том, чтобы вы с нами заработали. Это ясно? Да, да более-менее, ну, все равно страшно что-то, я вот не знаю, мало ли. А чего вот вы здесь? Ну, знаете, вот такой анекдот был про скачки. Вот стоит джензермен на скачках, и вот он смотрит, а перед ним разные лошади стоят, лошади стоят. И вот одна такая лошадь, есть очень большие такие, стильные, с длинными, стройными, мускулистыми ногами, хвосты роскошные. А одна такая невзрачная, вот она стоит и она понимает, что если сейчас вот ничего на нее не поставят, не будут на нее делать ставки, ее просто отправят на колбасу. И вот эта лошадь подходила джентльмену, это к подбоченецу, говорит, ну что, хочешь выиграть? Да, да, хочу, хочу, да, став на меня. Ну и тут говорит, да как ты же такая шклявая, став я тебе говорю. И вот он думает, да мало ли, может что знает, может там действительно вводит какими-то секретами, став не пожалеешь. И вот он на нее поставил, начался забег, и пришла эта лошадь последняя, ее затоптали еще, плевали по дороге. И приходит такая вся несчастная, ноги ругательствами, ноги буквой Х, к хвосту какие-то окурки прилипли, подходит к нему и говорит, ну не шмогла я, не шмогла. То есть она хотела, она хотела выиграть и принести доход своему клиенту, но она не смогла. Вот мне что-то кажется, тоже такое бывает. Ну вы правильно сказали, что вам кажется, что ну такого здесь не будет. Почему? Потому что, ну, потому что это, знаете, это никакие там не ставки, не просто там какая-то игра, не казино. Потому что здесь все подходят наши аналитики с большой ответственностью к подбору информации, к ее анализу. У нас специалисты работают более семи лет в данной сфере, в сфере инвестиций. И от четырех лет в сфере сопровождения. То есть вы там не попадете там какому-то новичку в руки, это будет опытный трейдер. Я уже, ну как мы с вами технически установим моменты, схожу в аналитический отдел и подберу вам у кого-то там будет свободное место, и чтобы он с вами связался, познакомились в первую очередь, обсудили еще какие вас там интересуют моменты. Потом вы там начнете уже и информацию в дело все как бы делать. Ну вот та лошадь, та лошадь, она же ведь тоже не первый день была на скачках. Она очень много бегала, даже когда-то какие-то призы выигрывала, я уверен. Ну не шмогла, ну не шмогла. А давайте вот с вами вот подумаем, если вы здесь потеряете деньги, какой нам тогда интерес здесь тратить на вас время? Ну а какой интерес был вот той лошади, собственно, проигрывать забег? Ее бы реально на колбасу-то пустили? Ну это, мне кажется, у той лошади был вопрос между жизнью и смертью. Правильно? Потому что это любым путем себе сохранить жизнь, по сути, исходя из ваших слов. А здесь попросту потерять там ваши деньги, и выходит, что это и мое время было зря, и вы какой-то останетесь потом негативны, и потом про нас что-то плохое говорить будете. И трейдер, который с вами вот вас сопровождать будет, он тоже попросту потратил свое время. Правильно? Ну здесь же никто не собирается тратить свое время. А у нас здесь с вами есть цель, одна такая, заработать денег. Правильно? Ваша здесь сэкономить свое время, в первую очередь, потому что физически одному невозможно уследить за всем тем, что происходит на рынке, и обучиться. И вам как раз эти знания будут конвертироваться в деньги. А наша здесь задача вас обучить, вам дать информацию, на которой вы заработаете, и потом в конце месяца будете делиться этими 20% чистого дохода. То есть чем больше вы здесь будете зарабатывать, я там вам сразу каких-то золотых корней обещаю, что вы там сегодня купите какую-то позицию, завтра проснетесь миллиардером. Нет, такого не будет. Это как снежный ком. Вот так вот сделали снежку, и вот так-то оно все накатывается, накатывается начало. И в перспективе оно будет приносить вам пассивные хорошие доходы. Вот все еще зависит от вас, от ваших возможностей. С какой вы там суммы хотели бы начинать, с какой вы себя попробовать, и сколько вы здесь готовы уделять и времени, да и в принципе средств. Потому что здесь все зависит, но чем больше будет сумма, тем и больше, соответственно, будет сумма этого процента, то есть от 20 до 25%, вот как я вам говорил ранее, но все зависит от суммы. Я думаю, что это вы прекрасно понимаете. Но на первоначальном этапе, чтобы выстроить с вами доверительные отношения, потому что вы-то тоже своим друзьям не начали сразу доверять, правильно? А это все в поступках проявляется, верно? Вы заметили, как мечты окрыляют человека? Вы сейчас вот так увлеченно рассказывали мне о построении города Новой Васюки, что у вас даже пропал, практически пропал дефект речи. Я буквально восхищаюсь сейчас вашей пламенной уверенностью. У меня вопрос следующий. Вот вы говорите о том, что будет. Ну вот, вы мало чем пока на современном этапе отличаетесь от мечтаний вот той несчастной лошадки, которая тоже думала, да чего я сейчас? Я в конце концов опытная. Я опытная, да и мышцы у меня вон какие. Я сейчас рвану, вывожусь, прибегу, и что дальше? Хозяин меня построит, возьмет домой, построит отдельную конюшню. У меня будут прекрасные жеребята. Я заживу, жизнь практически наваживается. Надо только выиграть. Поэтому давайте, чтобы не разочаровывать друг друга, первоначально не стараться друг друга очаровать. Время покажет, каким будет наше сотрудничество. Мне для начала все-таки интересно получить вот тот курс, о котором вы говорили, на который я подписывался. Я хочу посмотреть, я хочу прощупать, вот чем будет моя деятельность в сути своей. Я хочу вдохнуть аромат, если так можно выразиться, инвестиции, а потом посмотреть, может быть, это вообще не мое. Знаете, вот как говорят, не попробуешь, не узнаешь. Вот, и почему я так об этом говорю? Потому что вы у нас не первые, знаете, что мы там только запустились, и я там вам говорю о каких-то 20-25%, 20% наших, о чистой прибыли. Потому что это все уже работает не первый месяц, не первый год. Для того, чтобы вот вы поняли и прочувствовали, что это действительно ваше, вам нужно попробовать. Потому что я вам сейчас могу сказать, там, откройте себе счет, его пополните, там, на энную сумму, и зайдите, там, купите, например, на лондонской бирже акции, ну, Яндекса. Вы это сделаете? Нет. Потому что вы это и в глаза не видели, вы даже и не знаете, как здесь устроено. Либо же, там, купите с кредитным плечом один, там, к 50 себе, там, биткоина, например. Правильно? Потому что вы это попросту не знаете, и новичок. Или же точно так же, как вы в своей сфере, сейчас мне начнете говорить про какие-то стратегии в шашках, например. Я-то играть умею, ну, на таком любительском уровне, это так, что-то походить. И каждый профессионал своего дела. Правильно? Вот. И для этого мы сейчас с вами установим, вот, скайп, я думаю, что у вас уже скачался, потому что там, он там порядка 7 минут, уже мы с вами общаемся, пока он с вами скачивается. Вот. Мы сейчас здесь пройдем регистрацию, я вас познакомлю с вашим экспертом, и вы уже вот с ним будете общаться по поводу курса, по поводу информации, и по поводу воплощения этого курса в жизнь. Потому что, ну, это все-таки слова словами, а на деле вам доказать свою гарантию, свою уверенность, что здесь действительно качественная информация, на которой вы здесь заработаете, что вы там и сможете без проблем для вас средства завести, средства вывести, что здесь все сделано надежно и для вашего комфортно. Это понятно? Ну, мне же ничего не мешает сначала взять и почитать об этом. Вы же обещали курс. Да, да. Ну что, вы обманули меня, что ли? Нет, нет. Предоставьте мне курс. Я же вам дал ответ. Предоставит курс ваш эксперт, аналитик. Это очень странный ответ. Формат работа. Почему? Ну, мне было скачано, если ты хочешь, мне было сказано, вернее, если ты хочешь скачать курс, зарегистрировайся. Я регистрировался для того сначала, чтобы скачать курс. А теперь у меня получается, вот как, знаете, отодвигается морковка, все дальше и дальше, надо к ней еще ползти, неизвестно сколько. И мне что-то передвигается эта тема. А зачем, скажите, вам курс? Посмотреть. Чтобы заработать, правильно? Быть подготовленным к беседе с экспертом. Ведь это эксперт, это же не и шаг чихнул. Он мне будет говорить какие-то вещи, а я вообще дупля не отбиваю. Что это за вещи? Мне надо хотя бы чего-то выучить, хотя бы где-нибудь посмотреть, что как вообще осуществляются остальные действия. А так, ну, что мне будет? Он меня будет учить ходить? Он меня будет учить делать на пальцах? Вот в прошлом были. Вы как преподаватель в прошлом были, хоть и физкультуры, но имей в виду, что там именно не было каких-то записей и тому подобное. Лучше вот ученику дать конспект или книгу и сказать, на, читай, потом расскажешь, либо же параллельно, чтобы вы читали и вам объясняли, что за чем устроено. Правильно? Лучше ведь и живое общение, чтобы вы и наглядно смотрели материал, и непосредственно задавали параллельно с этим вопросы, что вам там непонятно, как там здесь устроено, почему там это растет, а почему там это падает. Я думаю, что именно этот подход для наших людей, да и в принципе для новичков, это более лояльный, и так будет лучше, потому что, если вам просто там на почту, к примеру, скинуть курс и сказать, что вот счет, открывайте там себе, там-то там-то, все зависит от суммы, открывайте себе там первые сделки, и у нас такие люди, вот поверьте опыту моему, что я прочитал, я не запомнил, значит этого не было. И начинают нам доказывать, что, ну, такие были люди раньше, когда мы просто сразу сбрасывали там, либо же на WhatsApp, либо на почту курс, и говорили, вот такого не было. И ты им вот показываешь строчку, показываешь вот отдел, раздел, в котором это было, и они говорят, а, да, ну, я не запомнил. Это просто трата времени. А когда вы параллельно с материалом, ознакомливаясь, вам рассказывает профессионал, что здесь как устроено, и что, зачем стоит, какая последовательность, почему это так, почему это так, и вы уже быстрее обучаетесь, и конвертируете, самое главное, свои знания в денежку, правильно? Вот, и именно за этим мы с вами здесь и собрались. Хорошо, скажите конкретно, скажите мне конкретно, когда вот я смогу получить этот курс? Конкретно. Сейчас с вами вот сделаем, сделаем сейчас скайп, я вас познакомлю с экспертами, там получите курс. Хорошо, я установил скайп, да. Да, вы там регистрацию сделали, тут так много времени прошло, либо вам, да, все зарегистрировалось, по этому номеру. Как я могу вас там найти, по этому номеру? Сейчас, одна секунда, там вам придет Юрий Шепелев, а вам скажите, смс-ка пришла быстро? Вы когда на номер сделали? Да, быстро. Дон Наван, правильно? Ну, да, да. Дон Наван, а что это значит? Это значит, что профиль скайпа носит вот такое имя, Дон Наван. Я понял, а что значит это имя? Это имя, значит, вообще-то, это очень древнее имя. Его происхождение ведет свое начало со времен Междуречья. Вот, ну, вы знаете, что такое Междуречья. Это пространство, земля, между тигром и Ефратом. И вот, существует там своя флора и своя фауна. Так вот, очень большая опасность в этой местности это хищное животное, которое там водится просто в преизобилии. Ну, а хищное животное, ведь их жизнь зависит от оплочности других животных, не хищных. В частности, там очень сильно распространены такие хищники, как тигры. И вот, излюбленная охота тигра, тигр, он же мощный, он быстро бегает, но он ленивый. Ему не хочется гонять с территории, отмахивать километры и загонять животных. Он хочет их просто поймать. Когда животное неосторожно приблизилось, а он сидит где-то в засаде. Ну, как Глеб Жеглов, вы знаете, да. И он тогда выпрыгивает внезапно, хватает свое животное, ну, и утаскивает себе вот на добычу. Так вот, именно позиция такая, тигр, затаившийся, где? В прибрежных камышах. Вот именно эта позиция, вот тигр, находящийся в прибрежных камышах, оно на местном наречии называлось Донован. Ну, оно кажется с одной буквой Н, правильно? У вас там с двумя, я просто смотрел. Ну, Донован, нет, с двумя, а с двумя Донован, ну, я неплохо знаю местное наречие Донован. У меня показывает, что правильно с буквой Н одной. Я понял, так, вы видите, там у вас есть Юрий Шепелев такой, я там... Ну, да, 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 я тогда здесь трубочку кладу и вам звоню в скайпе. хорошо, звоните, да, пожалуйста, пожалуйста. Плохо. Вообще очень плохо, даже с учетом громкой связи слышно вас очень плохо. у меня интернет-соединение очень отлично, хорошо все показывает, вот, видимо, вот какие-то у нас с вами такие несостыковочки по связи. Так, еще такой немаловажный момент, вам нужно один раз прикоснуться к экрану, с правой стороны внизу там три точки, нажимайте на них, там, демонстрация и начать. А я вам, в свою очередь, сейчас покажу, как это с моей стороны работает. А что вы хотите у меня увидеть? Вот, сейчас я вам покажу, сейчас, с моей стороны. Покажите, да, покажите. Ну, собственно говоря, не очень любопытно. Я не хочу что-то увидеть, а, видите, вот. Ну, какое-то казино вы мне показываете, или что. Нет, это биржевые часы разных бирж. Вон там, австралийская, японская, китайская, там, вот, это часы в таком формате, ой, это у вас там, это в таком формате, здесь вы будете работать, вам вот эксперт будет показывать свой экран, и вы будете повторять за ним телебойные действия. Хорошо, я согласен, да. Вы можете там на экранчик понажимать доступа, какого вы не имеете к экрану, вы только можете приблизить, и все. То есть, а там всякие пароли, всякие данные, они здесь, блер такой, знаете, оно заретушируется. Вот, оно, либо черный экран, либо же его не видно. убедились в том, что вы там не можете ничего нажать, а только вот приблизить, и все, это вдруг из телефона. Есть такое? Да, пока еще не убедился, я не знаю, как это можно убедиться, но воспринял на слух. Вы можете вот на экран понажимать. Так, а зачем на слух воспринимать, когда вы можете вот здесь все пальчиками своими по экрану понажимать, и вот, можете, например, на вот этот вот обзор нажать, либо же на валюту, у вас все равно не получится. Вы только сможете приблизить, и все. Ну, существуют разные, собственно говоря, настройки скайпа, и доступ. Вы можете мне разрешить, я на всякий случай договорю, возможно, вам непривычно разрешать собеседнику договаривать, но вам иногда придется это делать. То есть, существуют различные скрипты, которые встраиваются в скайп, и эти скрипты щупают определенные данные, в том числе и кэш, на гаджете другого человека. И я могу ограничить ваше влияние на мой гаджет, могу зарубить там в настройках определенные ваши возможности, а могу и не зарубить, если особенно об этих настройках не знать. Ну, я понимаю, о чем вы мне говорите, я вот с удовольствием смотрю на ваш экранчик, да, готов, как вы говорите, воспринимать все то, что будет эксперт показывать мне на своем экране. вот, скажу вам сразу, что в скайпе никакие здесь скрипты вы самостоятельно прописать не можете, и здесь управлять чужим устройством, управлять чужим экраном, либо же нажимать вместо, вот, вы же не можете сейчас вместо меня на экран нажимать, правильно? такого здесь нет. так я и скрипт не ввожу. программа, типа как AniDesk, Teamweaver, вы это можете сделать, а здесь такого нет, это просто демонстрация экрана, без никаких там личных персональных данных, которые, еще раз почерпну, там всякие пароли, важные данные, они либо же заблёрены, либо же экран просто черный. Я вам вот свою очередь показал здесь экран, теперь, чтобы, я выключаю, ну, хорошо. Я выключил. Вот, теперь вы включите, потом ее можете выключить, что я вот убедился, что она у вас работает. один раз на экране доработает. У меня хороший скайп, абсолютно не хакнутый. Вы видели, что у меня работает функция демонстрации? Ну, видел. Чтобы вот мы убедились, вот, что работает у вас, вы можете вот один раз ее включить, я увижу, что она работает и выключить, потому что, ну, мне ваш зуб даю, работает. Ну, я уверен, что работает. Ну, просто для меня это сейчас непонятно, Юрий, что... Ну, он не может не работать, это же скайп, я же его скачивал с андроида. Для того, чтобы, вот, вы будете повторять за действиями специалиста, вот, когда откроете уже счет, потому что он вам будет показывать, как правильно открыть сделки. А непосредственно при открытии счета вы будете использовать демонстрацию, чтобы вам специалист говорил, что и зачем нажимать, потому что там некоторые европейские брокеры, они, например, на английском языке, и вы там сможете, например, какую-то сделать ошибку, а нам это не нужно, и вам это тоже не нужно. Правильно? Именно поэтому вот мы здесь и используем эту функцию, чтобы она была, как и с нашей стороны работала, замечательно, вот, как я вам показал свой экран, как пример, чтобы вы не боялись, что там мы сможем сделать, какие-то скрипты, это все не так, это просто демонстрация экрана, там же написано, там же нет никакого доступа, что я там могу здесь что-то управлять вашим устройством. Здесь такого нет, здесь просто демонстрация. теперь с вашей стороны мы уладим вот этот момент, я пойду в аналитический отдел, подберу вам специалиста и вас уже с ним свяжу. Нажимайте один раз на экран, с правой стороны три точки, демонстрация начать, потом она включится, выключите ее, потому что все, я убедился, что я свою работу сделал качественно, мы с вами сделали Sky, проверили технические моменты и все. Я уверен, что она работает, я же скачивал с сайта не просто откуда-то, а из Play Market, а там все работает. Ну что, у тысячи человек работает, а у меня вдруг не будет работать? Работает, зовите, я сто процентов уверен. Юрий, я просто, знаете, у вас какой-то страх ключи демонстрации или что, я не понимаю, если честно. Я не люблю лишний раз прикасаться к экрану, у меня, к сожалению, не олеофобный экран, на нем пальцы остаются, отпечатки, я поэтому стараюсь как-то минимизировать. прикосновение к экрану. Так можете взять салфеточку и потом экран протереть, либо же там духами вдруг у вас нет, а антисептика, либо же спиртовой... ну да, могу, да, вот хорошо, что вы подсказали, да, запросто могу, да, ага. Алло, алло, вы пропали где-то. да, 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 я просто вас слушаю, чтобы вы там закончили мысль, чтобы не перевивать. Я закончил мысль, да. А как вы вот, да, в свою очередь, чтобы не совершить там никаких ошибочек, будете здесь вот повторять, ну, повторять, вы сможете, как мы без этой функции вам сможем здесь помогать, скажите. А в чем вы хотите мне помочь? В открытии счета, в открытии сделок, вот, мы вам в этом помогаем. Но мне будет... Мне специалист будет говорить, где открыть счет, и я буду открывать. Да, но знаете как, вслепую вам помочь, это не... невозможно, правильно? Так я же вроде пока не запрашивал помощи, может быть, я сам открою счет. Что помогать-то? Хорошо, я вас понял. Тогда я сейчас пойду в финансовый отдел, подберу вам специалиста, и вас через пару минут наберу, хорошо? Да, хорошо, договорились. Да, договорились. Вот этот чудик слился, комментарий для тех, кто слушает. В первый раз я постарался не дать ему доступ, не включить экран, и посмотреть, насколько он упертый будет в этом... в этом требовании, скажем так. Да, он упирается. То есть, здесь, вот получая доступ к экрану телефона, они хотят наловить какой-то рыбки. Пока мне неизвестно, что именно они хотят сделать. Есть там мнение всяких не очень квалифицированных товарищей, о том, что они ставят скрипты, скрипт там где-то что-то прощупывает кэш, но это пока не точно. Но за скайп они бьются, как, я не знаю, как бандюки за чифер на тюрьме. Здесь какая-то загадка, пока мне еще неизвестно. Если кто-то есть, есть зрители, тот, кто вводит данную информацию, может подсказать. Демонстрации экрана есть и в других программах. У Zoom, у Telegram можно демонстрировать экран, но они грызутся за то, что установите скайп, дайте нам доступ к вашему экрану именно в режиме скайп, на другой они не соглашаются. У меня стоит скайп на абсолютно левом телефоне, это старенький телефон, на нем больше не осталось никаких личных данных. Я сбросил к заводским настройкам, сделал hard reset и там все, что можно было там уничтожить, все уничтожено. Но они периодически мне дают вот такую, дают запрос установить скайп, устанавливая. Раньше давал им доступ, сегодня решил повременить. Посмотрим, как они будут реагировать на это дальше. Скоро обещал перезвонить, не отключайтесь, у нас будет интересно. Алло. Алло, Юрий, да, что, долго трубочку берете, где-то отвлекались по своим делам? Да, выходил покурить. А, я понял. Смотрите, как, у нас сегодня прям какое-то чудо, у вас тоже будет ваш эксперт Юрий. Запишите себе его имя. Юрий Александрович. Ничего же мне записывать имя, если я могу вспомнить свое и просто его запомнить. А, ну, можете еще запомнить тогда отчество и фамилию. Новиков Юрий Александрович. Запомнили? Ну, хорошо, да, запомнили. Вот, Новиков Юрий Александрович, это специалист, работает у нас компания более семи лет и сопровождают пять лет как и опытных трейдеров, так и новичков. У него есть, знаете, такая, как сказать, суперспособность, что вот, объяснять сложные вещи простым, доходчивым языком. для того, чтобы новички все поняли, вы там с ним уже обучитесь, сделайте свои первые успешные шаги в таком нелегком деле, как инвестиции, откройте счет, и там его пополните, будете зарабатывать здесь тоже, и давайте с вами договоримся, как получите свою первую прибыль в перспективе, вы мне напишите и в скайпе, так как это мой личный скайп, и похвастайтесь, сколько процентов, на какой компании вы с ним заработали. Хорошо, Юрий? Обязательно. Какие в общем у вас сногсшибательные лайфхаки, как вы, вы наверное психолог, да, ну или по крайней мере думаете, что вы психолог? Я нет. Не, не? Я нет. Как вы зажигаете, как вы отжигаете, вы ломаете, ломаете всю парадигму зомбирования и психоанализа. Ну я понял, я очень благодарен вам за то удовольствие, которое вы доставили мне вашим общением. Это плохо или хорошо? Да, время покажет, мы пока еще не можем сказать, плохо это или хорошо. Дело в том, что мир относителен, и Эйнштейн это понял, ну, один из первых. поэтому, что мы считаем плохим, то может быть нам во благо, а что мы считаем хорошим, то может нас убивать. Хорошо это или плохо, мы поймем только перед лицом вечности, когда вечность проникнет своими спорами в наши души и разбудит в нас стремление к прекрасному. То стремление, которое позволяет нам, несмотря ни на что, вопреки всему, оставаться людьми. Я закончил, если что. Я понял, да, согласен с вами, что если бы не было бы зла, то не было бы и добра, правильно? Если бы мы не знали, что такое черное, и не знали, соответственно, что такое белое, правильно? Все в мире... Конечно, если бы не было Поплавского, я бы меньше оценил бы пение Нетребка. Кого? Кого? Еще раз говорю, если бы не было Михаила Поплавского, я бы, наверное, меньше оценил бы пение Анны Нетребка. А я такой первый слышал. А Поплавского знаете? Ну, слышал, да. Ну, послушайте Нетребка. Мне интересно будет. Давайте я вам похвастаюсь, какая у меня первая прибыль, а вы мне похвастаетесь, как вам пение Нетребка. Анна Некребка? Нетребко! Как Требку, только не Требку. Нетребка. Все, дождите, знаете, вот сколько я от вас нового узнал. Я уверен, что мы для вас тоже сможем вам новое дать, и это вам конвертируется в денежку. Я это знаю точно. Все, так же ждите звонок отдыхать. Алло, 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 да, так лучше? Да, так лучше. Да, слушаю вас. Супер, супер. Меня зовут Юрий Новиков, очень приятно с вами первоначально познакомиться. Я старшин, антон, эксперт нашего огромного проекта. Смотрите, Юрий, успели пообщаться с моим помощником? У меня к вам вопрос в цели, он доступно объяснил, как, на чем с вами будем зарабатывать? Или, возможно, есть ко мне какие-то первоначальные вопросы, что-то более детально хотели бы узнать? Вообще ничего не объяснил, так по сути. Я задал вопрос, вы же обещали какой-то курс, я хотел бы посмотреть. Он что-то начал мне рассказывать, доказывать мне, что мне курс не нужен. Но я, собственно говоря, с курса начинал свое знакомство с вашей великолепной компанией. Ну, я так посмотрел, говорю, когда будет курс? А он мне говорит, придет аналитик, у меня курсы закончились, у него есть, и он вам сразу уже даст этот курс, вы будете смотреть уже под руководством аналитика. Ну, и все, на этом все закончилось. Я понял. Давайте я вам тогда объясню немножко политику нашей работы, как это все происходит, потому что я вижу, что наделал ошибок, что заблуждение вообще ввел. Давайте разберемся. Суть проекта заключается в том, что мы предоставляем сопровождение и обучение параллельно. То есть, по сути, это не курс, записанный, да, там, видеозаписи какие-то, или же обучение, это заключается в, ну, принцип работы заключается в полном сопровождении со стороны специалистов. То есть, с вами будут работать два человека. Первый, это я в качестве технического специалиста, человека, который для вас оставляет платежные маршруты, человека, который помогает вам работать с торговым терминалом и трейдера, то есть, человека, который формирует для вас качественные торговые спротивы. Так же, ну, то есть, мы выступаем в лице сопровождающих, да, грубо говоря, давая вам информацию, на которой вы зарабатываете вместе с нами параллельно, предоставляя вам информацию о том, как вы можете получать эту информацию, то есть, представлять для сделки самостоятельно. Вот так. То есть, грубо говоря, это, да, теория с практикой в одном лице одновременно происходящей. И вот так зарабатывать. Круто. Круто. Так, а что, а курс когда будет? Когда могу скачать? Еще раз вам повторяю, Юрий, курса в виде видеозаписи не существует. Мы предоставляем обучение в ходе работы. Ну, тогда мне неинтересно. Я на курс рассчитывал, а потом уже я должен что-то подготовиться, полыскать. А что я сейчас буду с места в карьер в общем брать и бежать что-то делать? А почему, с чего вы решили, что это с места в карьер? Ну, для меня эта сфера абсолютно неизвестная. Мне надо как-то почитать чего-нибудь, посоветоваться с начальством, с Михаилом Ивановичем. А тут просто берешь и так сразу начинаешь. Я боюсь сразу начинать. Мне надо почитать. А чего вы боитесь? Всего боюсь. Неизвестности. Я понял. Смотрите, Юрий, я вам пишу комментарий касательно вашего общения, я вот только что открыл, с моим помощником. Да, указано, что вы три года для себя интересуетесь этим бизнесом. Это правда? Да, три года интересуюсь, да. даже может чуть-чуть побольше. Может чуть-чуть побольше. Ну да. Вот столько времени вы изучаете сферу, но я так понимаю ничего еще не делали, никаких действий не совершали. Так у меня конкретики, я интересуюсь, у меня появляется общая информация. Инфляция, стагнация, трейджерис, а конкретно вот как входить, определять точку входа, мне абсолютно ничего-то непонятно, и я вот смотрел, сейчас многие, я так захожу иногда в интернет, ну и вот многие начали входить в рынок где-то там в феврале, в марте, думали, что все, уже провал будет, и больше, уже провал прошел, больше ничего не будет. А сейчас сидят и ноют, что акции еще упали, а они в общем в жутких минусах, я же не хочу повторить их путь, поэтому мне страшно так, без, без, я расскажу, расскажу, почему так сложилось у этих людей, потому что они в своем анализе, да и вообще вот все эти курсы, про которые вы мне говорите, то, то, чего вы ожидаете, увидеть и слышать, это, скорее всего, обучение техническому анализу рынка. Может быть. Правильно же? В большей мере, по большей части. Что такое технический анализ, это порядка 14% от той информации, на которую вы должны опираться при составлении для себя торговых позиций. Всего лишь 14%. Честно, я вам скажу, ну, вот такой небольшой секрет, по большому счету, такого понятия, как технический анализ, его, ну, скажем, воспринимать серьезно и не стоит, потому что основную, основную роль в формировании стоимости того или иного актива играют именно все происходящее в мире. То есть с компаниями, с государствами и так далее. Вот так. Поэтому я бы на вашем месте, собственно говоря, не пытался для себя найти именно эту возможность, да, научиться строить там, линии восходящего, телящего стрэда и так далее. Ну, может, так оно и есть. так оно и есть. Ну, только я захожу, захожу на ваш сайт и вижу там скачайте курс. Нажимаю на кнопку скачать. Я же хочу что-то скачать, а потом появляется какая-то табличка заполните. заполните. Ну, я заполняю, появляется ваш коллега с дефектами речи. Я трачу кучу времени для того, чтобы, в общем, поработать с этим коллегой и узнать. Коллега мне рассказывает о том, что будет, будет, будет курс, будет курс, передает на вас. И тут вы мне говорите, что курса не будет такого, который можно скачать, вот то, что записано у вас на сайте. У меня возникает такое ощущение, что меня пробуют обмануть. Это же уловки маркетологов, поймите. Ну, а кто за них должен отвечать? Понятное дело, что кто-то отвечает. Ну, так тогда, если вот так такое сразу мне попытаются, как, знаете, иногда на базаре, подбрасывают кошелек за веревочку и тянут. А зевака бросается за кошельком и старается его поймать. На его тянут дальше. Если так со мной вести с самого начала, как вы думаете, будет у меня желание вообще работать с вашей компанией или нет? Ну, понятно, я сделал, что можно к любой рекламе так отнять. Правильно? Я думаю, что не к любой. Я думаю, что так можно отнестись к той рекламе, которая является такой обманной заманухой. Вот к ней можно так отнестись. Это, собственно говоря, и нужно. А потом мне говорят, что то, что обещали, оно мне нету и никогда не будет. Ну, зачем мне тогда вообще верить компании, которая занимается подобным? Смотрите, давайте тогда так. Ваша основная цель научиться и получать доход. Правильно? Моя основная цель, в общем, попасть в определенный сорциум финансовый, которому я мог бы доверять. И вместе с этим кругом людей, которым я доверяю, ведь невозможно же работать, если нету доверия. Ну, вот как какие-то финансовые задачи постигать, решать что-то. А тут что, какое доверие? хорошо. Давайте так. Как у вас что должно произойти, чтобы у вас появилось доверие к этому кругу лиц, о котором вы говорите? Ну, их слова не должны расходиться с их делом. Обещали хороший курс, но надо предоставить. Так, смотрите, я вам говорю о том, что я вам могу дать этот курс в режиме лайф. Мы будем с вами работать, уделять на это порядка 30-40 минут три раза в неделю. Благодаря этой работе я более чем уверен, что у вас будет намного лучший результат, нежели посмотреть какое-то видео, из него получить для себя ряд вопросов и остаться с этими вопросами наедине. Ну, меня немножко смущает, меня немножко смущает тот факт, что это не то, чего можно скачать. Что вот та кнопочка, которая у вас на вашей рекламе. Она так и останется, обманной кнопочкой, ничего скачать я не могу. Мне когда-нибудь что-нибудь предоставят, когда-нибудь так далее, а вдруг вы и дальше продолжаете свою обманную стратегию, я же не могу этого знать. То есть дальше продолжаете меня заманивать каким-то кошелечком на видеоролочке. мне вообще абсолютно нет смысла вас заманивать или заниматься такой ерундой. я вам сказал, вы спросили, я сказал. получу. А я тоже вас понимаю. Но, опять же, у меня есть вот для вас такая возможность. Я могу ее предоставить, если вас это интересно. я пока еще не знаю, интересно или нет. Я просто очень большими деньгами рискую. Мне так было бы комфортнее. Вы не говорите, а я знаю свои задачи. Вы можете говорить, можете не говорить. Я знаю, для чего я занимаюсь этим, что я хочу сделать, каких целей я хочу добиться. Если не будет доверия сразу, то я не буду такими деньгами рисковать своими. Смотрите, я вам, Юрий, могу предложить для формирования вот этого, скажем, кредита доверия, не говорить о каких-то колоссальных суммах, которые вы там задумали, придумали. Я могу предоставить возможность зайти на каких-то копеек, чтобы увидели, как это происходит, получили для себя, скажем, знаете, как любая научная деятельность. Совершаем эксперимент, получаем результаты эксперимента и анализируем. Я могу показать, что мне даст небольшая сумма, что она мне решит? Она вам покажет, в принципе, как происходит механика работы, как вы сможете с вами развиваться, что вы видите, какую информацию мы предоставляем, как эта информация в принципе может вам быть полезна, вот и оценить то факт, что может знать это я и так знаю, это я и так знаю, но я же вам говорил, что я подсчитывал определенные форумы, там сидят люди и показывают вот как предоставляется информация, точку хода они описывают, до какой цены входишь, каким там объемом от портфеля входишь, сколько чего, куда и как и где ставить там стопы, где ставить тейки, и чего мы ждем, то есть это я все видел, тут вы мне ничего нового не расскажете, я думаю. Я не пытаюсь вам ничего нового рассказать, но вы тогда можете проверить как минимум информацию, увидеть результат. Так у меня вопрос в другом, то есть я ощущаю, что ваша компания каким-то хитрым ходом хочет меня обмануть, по крайней мере на этапе завлекаловки, то есть ваши слова не соответствуют вашим действиям, вот это является главной проблемой у меня, и как мне поможет с этой проблемой разобраться небольшая сумма, объясните мне. Проверить результат. Я проверю только то, нет, я не проверю результат с маленькой суммой, с маленькой суммой я проверю лишь то, как ваша компания ведет себя тогда, когда клиент вносит маленькую сумму. А как ваша компания будет вести себя, когда я внесу большую сумму, я же не могу так проверить. По определению. Это вы говорите. А я не уверен. задача вас развивать. Ну, это понятное дело, что вы не уверены. Наша задача вас развивать. Я думаю, что вы обсуждали условия помощника или вообще не обсуждали? Ну, он пытался что-то сказать, насколько он вообще может говорить. Он не был убедителен. Я понял. Ну, смотрите, я как бы не пытаюсь быть убедителем, просто озвучу вам условия, на которых мы предоставляем сотрудничества. С вашей стороны задействуется время порядка 15-30 минут три раза в неделю на получение информации, на получение сопровождения со стороны специалиста. В среднем вы выходите на доходность порядка 15-15 процентов ежемесячно. И в итоге по окончанию 30 дней с момента начала сотрудничества, то есть в течение каждых 30 дней, оплачиваете 20 процентов от суммы вашего чистого дохода на счет компании. А это правда или это очередной маркетинговый ход вашей компании? я вам назвал реальные условия, на которых работают наши партнеры. А как я могу убедиться, что это именно правда, а не маркетинговый ход? маркетинговый маркетинговый ход? я заведу какую-то маленькую сумму, будете играть какой-то один сценарий отрабатывать, будете мне что-то показывать, я потом заведу большую сумму, у вас все поменяется, так как вы поменяли сейчас на этом этапе, вы начнете вести себя совершенно другим образом, и уже условия игры поменяются, такая картинка она более чем реальна, и вот испортив доверие с самого начала на вот этих курсах, вы я уже не имею оснований просто доверять компании безоговорочно так и дальше. Ну что, я в принципе тогда не пытаюсь вас там переубедить, мне абсолютно нет в этом нужды, необходимости и какого-либо желания, я могу вам со своей стороны предоставить попробовать, протестировать, увидеть, как это работает, понравится будем работать дальше, не понравится вы видите мне очень хочется работать, очень хочется работать и очень хочется инвестировать, но вот то, с чем я столкнулся, ваша компания, оно меня вызывает некоторое сомнение, я немножко сомневаюсь, я ищу какую-то точку опоры, как бы перестать сомневаться и обрести уверенность в партнерах, но пока что-то вы пока мне не показали какой-то уверенности, основания для уверенности, что вам необходимо предоставить для того, чтобы у вас уверенность была, ну какие-то шаги такие конкретные, вот смотрите, взялись учить, допустим, ну надо начинать меня учить, я когда посмотрю, что люди свое слово соблюдают, вот началось обучение, я смотрю, толковое обучение, хорошие вещи дают мне, я впитываю информацию, я же не говорю учить меня до конца, ну хотя бы 5-6 каких-то там уроков, я пойму, что вы соблюдаете то, под чем вы подписывались, ну преисполнюсь к вам великого доверия, мы начнем, можем даже не с самой маленькой суммы начинать, а с большой можем начинать, что для вас большая сумма, что, мы сейчас сидим взял вообще копейка, смотрите, да, я не говорю о копейках, у меня всего есть определенная финансовая цель, я хочу купить загородный домик, у меня есть для этого определенное средство, то есть вот тот загородный домик, который в том месте, где я хочу купить, он будет стоить порядка двух с половиной трех миллионов, у меня есть определенное средство, каких долларов, нет рублей, ну это все-таки деревня, ну Юрий, ну вы даете, то есть вы хотите мне сказать, что два с половиной миллиона рублей это большие деньги? Ну для меня да, так или иначе для меня это большие деньги, я не готов рисковать, вот у меня есть на современном этапе миллион четыреста, для меня миллион четыреста это достаточно большие деньги, для того, чтобы просто так брать и ими рисковать, вот я планирую за какое-то конкретное время превратить миллион четыреста ну в три миллиона нормальная качественная мысль мышления нормальная качественная цель у меня еще добавился второй какой-то момент то есть вы вот как-то так прореагировали на ту сумму которую я назвал то есть я понимаю что клиентам вот с таким уровнем достатка как я и с такими финансовыми целями вы относитесь просто несколько пренебрежительно и до такой степени пренебрежительно что вы позволяете себе смеяться над этим так вот немножко искусственно смеетесь но все-таки смеетесь то есть у меня возникает сомнение а будете ли вы дорожить моими деньгами если я начну с вами сотрудничать понимаете в чем дело мало того что вы занимаетесь обманом на этапе привлечения клиента так вы еще и демонстрируете некоторое свое превосходство вы наверное человек богатый и на этом основании позволяете себя вести таким образом я вам объясню просто почему вот чем вызвана моя такая реакция откровенно вам говорю что вы мне просто говорили о каких-то больших колоссальных суммах у меня немножко другие цифры в голове рисуются поэтому я уточнил что для вас большая сумма честно в этом бизнесе в этот бизнес люди приходят не за миллионам рублей поэтому у меня такая была вызвана реакция во-первых я вам открою маленький секрет я не имею возможности пренебрежительно относиться к вам и вашим финансам потому что на тех условиях которые я для вас озвучил на тех условиях по которым я работаю со своими партнерами я становлюсь дополнительным доходом для своего партнера мой партнер становится дополнительным доходом для меня ну пока вы ничего не объяснили то есть вот такое поведение такой какой-то неудачный да и некрасивый смех и не музыкальный смех он производит отталкивающие впечатления то есть вы сейчас добавили негатива такую огромную бадью негатива в мое впечатление вашей компании то есть у меня что-то подозрительно я не уверен что стоит с вами сотрудничать я понял Юрий смотрите у меня нет задачи вас переубедить в чем-то у меня нет задачи не знаю понравиться вам или не понравиться вам или оскорбить вас у меня абсолютно нет этой задачи поймите меня правильно я выделил свое время набрал вас первый раз вы не взяли трубку я перетлинул своего партнера набрал вас во второй раз вы пришли ко мне и заявляете мне о том что я жулик какой-то обманщик понимаете поймите меня правильно тоже настроение не самое приятное было но я на самом деле к вам настроен положительно и позитивно потому что вы человек который хочет развиваться а это всегда достойно уважения независимо ни от чего вот и вы свое уважение ко мне выразили вашим смехом я правильно понял я я бы готов был бы может быть уже приступать мне все-таки ваш предшественник достаточно такое благоприятное впечатление произвел несмотря ни на что но вы поверь я я понял я понял возможно мы просто с вами да как это говорят характером не сошлись смотрите у меня вот я сейчас общаюсь со своим коллегой он более тактичный человек Я думаю, что он будет готов взять свою команду и пообщаться с вами, поработать. Если для вас это интересно, я сейчас не могу заговорить с вами. Да, конечно. Хорошо, да, интересно. Сейчас, одну минутку ожидайте, я вам покажу. Сейчас посмотрим, кто смеяться будет. Я телефон убрал и говорю для зрителей. Так, есть, да, договорился. Спасибо, что я за вас. Сейчас с вами даже со мной коллегой. Его зовут Фадеев Сергей. Я думаю, познакомитесь с ним и наладите контакт. Не принимайте на свой счет мое настроение. Юрий, я вам желаю, не поверен на что, хорошего дня. Желаю вам добиться вашей цели, прийти к успеху, приобрести высокородный дом, который вы желаете. Пускай у вас в жизни все будет хорошо, Юрий. Хорошего вам настроения и хорошего дня. Жду, да, звонка Сергея. Да, я в скайпе зашел. А у вас аватарка Аль Пачино Адвокат Дьявола? Вы поставили себе на аватарку самого, собственно говоря, Дьявола, да? Очень располагающая к сотрудничеству картинка, надо так отметить. Я знаю, что заметите. Ну да, то есть это ваш кумир? Вы через компьютер или через телефон? Я через телефон. Понял. Хорошо. Так, давайте только с вами еще раз по условиям пройдемся. У вас будет 2-3 сделки в неделю. Одну сделку, например, 15-20. Касательно заработка, вы будете в среднем зарабатывать. Ну, если брать в среднем вообще, то это 15-20%. За какой период? В среднем то, что гарантируем, то это 15-20% ежемесячно этой суммы, которую, соответственно, у вас на балансе. Вот таким вот образом. Созваниваться с вами будем заранее, потому что, ну, чтобы не было сразу так, что мы с вами созвонились, и вот уже говорим, что срочно уже сейчас заходите на счет, отрывайте сделку. Нет, буду созваниваться заранее, чтобы вы уже и временем располагали и так далее, потому что мы понимаем, что все люди есть разные, и не всегда у всех получается. Хорошо. Так, сейчас что будет происходить? Сейчас будут происходить технические моменты, я вам помогу пройти регистрацию на сайте брокера, и уже, соответственно, с вами помогу вам уже активировать ваш торговый счет. Так, а вы выбрали мне уже брокера? Да, сейчас. А кто у меня брокер? Сейчас я вам отправлю. Угу, хорошо. Сейчас включайте демонстрацию. Справа внизу три точки, демонстрация кран начать. А зачем вам мой экран? Ну, чтобы вам помочь активировать счет. Да я пока не запрашивал помощи, мне вы мне предоставьте брокера. Послушайте, Игорь, если мы с вами планируем работать, то давайте, ну, как говорится, доверять друг другу. Демонстрация нужна для того, чтобы вы не сделали никакой ошибки. Да я не один раз создавал счета у различных и в букмекерских конторах, и в банках создавал. Я не имею каких-то сомнений насчет того, что я смогу и создать счет. Мы должны все контролировать. Когда мы будем с вами открывать сделки, вы тоже не будете включать демонстрацию или что? А зачем вам надо будет видеть мой счет и мои дела? Тогда, может быть, и буду. Тогда буду. Если вы сделаете что-то нейтрально, то берете на себя все риски. Разумеется. Чтобы к нам претензий не было. Но я думаю, что будут все-таки претензии, потому что, а, я что-то неправильно нажал, вы, значит, все неправильно посоветовали, и все. Ну, я не какая-то экзальтированная курсистка. Пока я не вижу оснований вам смотреть на мой экран. Потом. Да, я пока не вижу оснований вам доверять, что вы все делать будете правильно. Если вы боитесь даже какой-то демонстрации. Я что-то не то увижу или что? Ну, может быть, не то увидите. Да, можете не то увидеть. А что от меня можете скрывать? У меня есть здесь на экране фотография моей любимой бабушки. Бабушка очень стеснялась своей внешности. У нее была растительность на лице чуть-чуть повышенная. И она мне заповедовала, чтобы я никогда и никому не показывал ее фотографии. Вы серьезно сейчас? Более чем. Вы понимаете, с кем вы общаетесь сейчас? Владимир Владимирович, простите, я не узнал. Не узнал. Давайте, пожалуйста, вы не узнаете то, что я вам говорю, а не то, что она вздумала. Ну, а зачем вам посмотреть на мой экран? Зачем? Там ничего, кроме бабушки, ничего не увидите. Ну, честно. Давайте быть честны друг перед другом. Там, кроме бабушки, ничего нет. Я вам говорю, как мы работаем, значит, мы так работаем. А не вы хотите, либо не хотите. Это так не работает. Ну, вы понимаете, женщина очень часто стесняется своей внешности. Что вы должны ее использовать? Женщины часто стесняются своей внешности. Есть условия, послушайте меня. Есть условия, по которым мы работаем. И эти условия должны соблюдаться всеми. Исключений нет. Угу. Ну, да. Поэтому давайте, пожалуйста, будем работать так, как мы работаем со всеми. А не какие-то индивидуальные условия подвергать риску создания вашего торгового счета и открытия следующих сделок. Ну, это же предсмертное оживание моей бабушки. Ну, как я могу его не исполнить? Она стеснялась. Она стеснялась. У нее были корни восточные, грузинские корни. Она стеснялась растительности на своем лице. Вы мне скажите, как называется ваш брокер. И я выйду на него, посмотрю, проверю регуляцию его, есть ли он в списках у регулятора. Зайду на кипрскую комиссию, на САЙСЕК. Все это проверю и открою совершенно замечательно, открою счет. Подтяну туда документы, верифицирую их. Я умею. Честно. Давайте будем... А что, а колокольчик не туда нажал? Да, там же, если я не туда нажму, то мои документы не пройдут верификацию. Верификация-то же не шаг чихнул. Не пополнить еще, ты куда-то туда не отправить и все. Рано или поздно я все равно все пополню и все отправлю. Давайте мы для начала определимся с тем, кто у меня будет брокер. Какой брокер? Давайте сначала определимся с тем, включайте вы демонстрацию для работы или нет. А что вы хотите там увидеть? Я хочу увидеть, как вы все делаете. Вы знаете, это наши фамильные секреты. У нас есть свои определенные уловки, которые нам позволяют нашей семье... Наша семья очень эффектно открывает счета и пополняет их. Мы выигрываем на этом всем до 40 минут времени. Мне кажется, что если вы увидите наши секреты, вы сможете скопировать, а это уже функция оплаты. Я не серьезно настроен. Я более чем серьезно. Я просто не понимаю, зачем вам смотреть на мой экран. Я открываю людям счета и начинаю работать. И уже открываю первую сделку. Если вы не упирались, мы бы уже, возможно, открыли бы счет. Я уже смог бы пополнить это все. Это вам не нравится, как с вами разговаривали, смеются? Вы сказывали мне свое недовольство полчаса. Не, не нравились. Вы сами как поступаете? Не показываю экран. Вы сами говорите по факту по рабочему, либо просто ни о чем? Ну, я же не смеюсь над вами, хотя вы периодически подаете мне веские поводы к этому. Не смеюсь. Мне смешно, но я не смеюсь. А зачем вам подаете? Так, а зачем вам смотреть мой экран? А какие поводы я вам подаю? Ну, вот, к примеру, какими-то своими такими детскими обидками. Вы, если мне не покажете экран, то я не буду с вами работать. Я буду с вами работать, Юрий, со своими партнерами честно. Вас слушать, вот вы как раз даете повод смеяться, говоря о вашей бабушке, о вас каких-то принципах, правилах семьи и так далее. Вам нельзя смеяться. Вы на работе. Клиент может, что хочешь делать, а вам нужно быть корректным, да, поносом? Я буду делать все, что я захочу, Юрий. Я буду делать все, что вы захочете? Я могу делать все, что я захочу. Ну, вы нарушаете должностную инструкцию. В приличных компаниях, в общем, менеджер должен соответствовать своей должностной инструкции. У вас там так и написано? Вы делаете на работе, что хотите. Конечно. Вы точно сотрудник финансовой компании? А вы? Я нет. Честно говорю, я не сотрудник финансовой компании. А я да. Поэтому я бы на вашем месте либо слушал сотрудника, либо не занимал его время. Просто зря. Так вот, вы же сами тянете свое время. Предоставьте мне брокера, я сейчас все сделаю сам. Нет, мы сейчас будем делать так, как я вам говорю. Ну, у вас какая-то патология. Вы любите подглядывать в замочную скважину или что? Вы любите подглядывать в замочную скважину? Зачем вам смотреть, как я буду открывать счет? Зачем вам это? Я контролирую все моменты открытия счета, таргурого выполнения. Ну, а зачем вам контролировать это? Если вы там какому-либо трейдеру будете высказывать, я не буду открывать там или показывать демонстрацию, что какие сделки я открыл и так далее, то там разговор будет короткий. Там никто не будет здесь спорить, вас переубеждать так дальше. Давайте так сделаем. Смотрите, я нашел компромисс. Я человек гибкий и нашел компромисс. Вот я сейчас, у меня есть Skype на устройстве, которое старое устройство. Там я уже сделал Hard Reset на этом устройстве. Никаких личных данных там нет. Ничего там нет. И там, собственно, ни банковских приложений нет. Ничего там нет. И у меня там стоит Skype. Я сейчас захожу туда, меняю там телефон. Ваши какие-то данные увижу или что-то. Ну, я не знаю. Я меняю телефон. И мы с вами продолжаем уже работать. Именно я вам на том устройстве покажу экран. Там, где нету бабушки. Вы не отбирайте его у меня. Ну, вы увидите мой экран. Я при вас буду нажимать, при вас буду уводить. Вы увидите все. Да. Вы же этого хотели? Ну, давайте. Если вы не согласны на такие условия, то как я могу с вами работать и вам доверять? Так, а вам не надо мне доверять, а мне не надо доверять вам. Мне вам нужны, как люди-аналитики, которые вам помогают зарабатывать. Ну, вы согласны так или нет? Если вы не начинаете ставить свои условия, то я на них не соглашусь. Ну, мне вот интересно вам показать. Вы же хотели увидеть, как я открываю счет и проконтролировать. Вы сможете это сделать в полном объеме. Вы увидите, как я открываю счет и вы сможете это проконтролировать. Либо сейчас, либо уже никогда. Ну, вы что, как капризная девочка такая? Потому что диалог должен строиться не то, что вы мне нужны, я за вас как-то борюсь. Вы капризничаете? Я вам нужен. Я вам нужен человек, который... Вы себя переоцениваете, мне кажется. Я уже три года узнаю какую-то информацию без какой-либо практики. А зачем вам смотреть на мой экран? Вы меня не слышите, да? Ну, там периодически пропадает связь, что, собственно говоря, удивительно для серьезной компании. Ну, так вот, зачем вам смотреть на мой экран? У меня все отлично со связью. Это у вас что-то. Вы уже не хотите смотреть на мой экран? Мне кажется, вы просто, ну, все равно ничего делать не будете. Поэтому, ну... Вы очень сильно ошибаетесь. Я сейчас такого тут наворочу. Все сделаю. Если бы вы хотели бы что-то делать, мы бы сейчас не потратили столько времени, но по сути ни о чем. Вы просто поговорили. Ну, это вы виноваты. Никаких действий не сделали. Тянете мое время, забираете его. Вы со своей стороны все три года что-то изучали, узнавали, но так, по сути, ничего не сделали. Поэтому такие люди вряд ли каким-то действием будут прибегать. Я вот сейчас готов прибегать к действиям. Я посмотрю, а мне надо то, а я посмотрю. И так не начнете. Никогда. Это вы только сейчас вот такое придумали? Или у вас и раньше было такое мнение? Сейчас я сделаю такой вывод, исходя из нашего разговора. Ну, так мы будем открывать счет и пополнять его. Буду я или нет? Я думаю, нет. Вы не будете пополнять. Ну, я готов. Мы можем проверить это на практике. Включайте демонстрацию. Ну, я вам на другом телефончике включу. Вам зачем нужна моя демонстрация? Чтобы узнать их. Что узнать? Правильно ли вы откроете ваш личный торговый счет? Ну, отлично. Отлично. Я вот, кстати, параллельно пока с вами общался, я параллельно пока с вами общался, я уже поменял телефон в учетной записи и на том скайпе. Серьезно? Ничего себе. Так это просто делается. Через учетку Microsoft делается. За две минуты делается. Ну, я готов. Вот тот же самый Skype. Через... А вы мне можете через пять секунд перезвонить? Нет. Почему? Ну, я сейчас с вами разговариваю. Я не могу перезвонить тогда, когда банк... Так, а у нас может связь отключиться. Что будете делать? Не будете перезванивать? И перезвоните с нового устройства. А с нового устройства? Ну, да, давайте тогда через пять секунд перезвоните мне, я вам покажу там экран. Вот сразу. Не, вы сразу звоните. Сразу я боюсь вам давать доступ к устройству, где находятся мои банковские приложения. А там не буду бояться. Будет у меня доверие большое к вам. Вы сможете посмотреть мой экранчик. Мне в любом случае нужно будет банки перепроверить. Кого будете перепроверять? Банки. Ваши банки, которыми пользуетесь. А как вы? Их Центробанк проверяет. Вам-то зачем их проверять? Нет, вы зайдете просто в банк, которым пользуетесь. Покажете, что вот у меня сумма, я готов активировать свой торговый счет. И мы будем с вами разговаривать дальше. То есть я должен буду вам показывать в банке счет свой, да? Теперь да. Чтобы я был уверен в том, что у вас есть хотя бы те 80 тысяч, а вы не просто вешайте мне лапшу на уши. Если есть 80 тысяч, я вижу на экране, что у вас есть 80 тысяч. Давайте так. Давайте так. Я вам в режиме видеозаписи покажу вам этот счет. И все. Не буду пароль вводить. Ведь вы же будете видеть пароль. Вы же будете видеть пароль, когда я ввожу. А я вот боюсь вам показывать. Почему? Ну клиент же всегда прав. Нету такого, что менеджер всегда прав. Клиент всегда прав. То есть это значит, он ставит условия, а на клиентские условия должны соглашаться. Я опять же говорю, не вы мне нужны, а я вам нужен. А зачем вы мне нужны? Не будете работать по тем условиям, которые есть в нашей компании, которая работает в нашей компании с партнерами. Вы мне нужны? И так иначе. Свои условия здесь рисовать не нужно. Вы мне нужны? Это не та сфера, где вы будете рисовать свои условия, и под вас будут подстраиваться. Но я уже рисую свои условия. Видите? Этого делать не нужно. Но вот, знаете, я рискну и все-таки буду продолжать это делать. То есть показывать вам доступ к своему устройству, на котором содержатся банковские приложения, было бы неразумно. И я никому не советую этого делать. Боюсь, я не обязан вам демонстрировать свое устройство. Это говорит о том, что вы много чего не понимаете. Но это говорит о том, что я вам не доверяю. Ну, что изменится о том, что я увижу цифры в вашем банке? Но если ничего не изменится, почему вы не согласны на те условия, которые я вам предложу? Потому что я не буду соглашаться на те условия, которые вы мне даете. Ну, а куда вы денетесь? Я просто не буду их выполнять. В смысле, куда я денусь? Ну, вас тогда не преуспеете. На вас же на одной компании свет клином не сошелся. Я же вам говорю, что у меня перед лицом три компании. А зачем вы тогда размещали вашу рекламу? Совершенно нелогично было разместить рекламу и не ценить клиентов, которые к вам приходят. А? Меня не спросили. Да, это, кстати, одно из упущений. Странно. В следующий раз будем взять на вас спрашивать. Ну, мне кажется, пора уже. Ну, все, а теперь, если вы человек слова, тогда включайте демонстрацию, и будем сами начинать работать. Демонстрацию экрана вам включить? Все, что просто. Мы хотели работать, давайте работать. Включайте демонстрацию. Демонстрацию включить вам, да? Да. Демонстрацию включить. Хорошо. Сейчас, одну секундочку. Я удалю банковское приложение, то, которое... Мы в любом случае должны банк зайти. А, ну, это банковская тайна. Вы просите меня, чтобы я раскрыл вам свою банковскую тайну? Никакая это не банковская тайна. Но счет это банковская тайна. Значит, у вас нет денег. У меня есть деньги, я готов даже пополнять. Ну, так покажите. Так мы бы уже пополнили бы. И я бы уже начал бы, открыл бы пару-тройку сделок сегодня. Сегодня должен Газпром подрасти. Если вы не в курсе, то я вам говорю. Если бы вы мне не затягивали искусственно время, то мы бы уже пополнили счет. Ну, так я же говорю, что нужно делать, чтобы не затягивать время. Включайте демонстрацию. Вы 20 минут демонстрацию не можете включить. О чем? А как я могу с вами работать, если мы остановились на этом этапе? Первоначально. Я просто не знаю, зачем вам это. Чтобы я проверил, все ли там в порядке. Если у вас, во-первых, деньги, на которые вы будете пополнять свой счет, хотя бы это. Ну, вы же должны доверять клиентам. Хорошо, все нормально. Вы же должны доверять клиентам. Я доверяю, поэтому буду проверять. Включайте демонстрацию. Ну, а как же тогда вы работаете с клиентом, не доверяя ему? Так нельзя. Алло. Вы просто время сейчас тянете? Нет, я просто общаюсь с вами. Конечно, буду. Буду. Да, давайте тогда. Предоставьте мне, пожалуйста, брокера. Давайте включайте демонстрацию. А на каком брокере мы будем работать? Включайте демонстрацию. Демонстрацию брокера? Да, демонстрацию брокера. Давайте. Демонстрацию включайте. Как он называется? Демонстрацию, говорю, включайте счет брокера далеко. В смысле далеко? Он в Европе? Брокер? Да. Конечно. Это европейский брокер? Ну да, далековато. Где-то около 3,5 тысяч километров. Так нам же не обязательно туда ехать. Мы же можем и по телефону связаться. У него поддержка есть в брокере? Говорю, включайте демонстрацию. А как это сделать? Вы забыли уже? Да я никогда не включал демонстрацию. У меня это первый такой раз в жизни. Посмотрите, справа внизу есть 3 точки. Там демонстрация экрана и начальник. Не вижу тут никаких точек. Тут какой-то аль-пачино в роли дьявола. И все, больше ничего у меня нету. По экрану нажмите. Ну, 3 точки. Я с телефоном еще научу пользоваться. Ну да, не умею. Ну да. Ну нажал. Включить субтитры тут есть. Давайте я вам лучше субтитры включу. Вы просто тратите мое время, да? Ну вы же не затягиваете время. Мы бы уже давно пополнили. Я бы уже сделал пару сделок под вашим чутким руководством. А вы демонстрацию включить не можете. А что вам продемонстрировать? Мы что, 7 ноября? У нас день революции? Зачем вам демонстрация? Проспитесь. Он улетел. Но он обещал вернуться. Карлсон. Милый. 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 Милый.